Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня, в Международный день защиты детей, будем говорить о медицинской помощи самым юным жителям региона. Присоединяйтесь к нам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы, которые касаются оказания педиатрической помощи, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Ольга. Вопросы сохранения здоровья сегодня, в период пандемии COVID-19, конечно же, на первом плане. И когда только стало известно о коронавирусе, говорили, что дети не болеют. После, к сожалению, стало понятно, что это не совсем так, просто переносят инфекцию дети несколько легче, чем взрослые заболевшие. Расскажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация в Гомельской области? Да, действительно, в настоящее время среди заболевших коронавирусной инфекцией, среди выявленных у детей, около 75% деток переносят эту инфекцию бессимптомно, без каких-либо проявлений. У порядка 21-22% инфекция протекает в виде легкого респираторного заболевания. И только лишь у 3-3,5% деток она действительно протекает в средней степени тяжести. И, слава богу, среди детей тяжелых форм этого заболевания не установлено. То есть, такой даже ситуации не было, чтобы развивалось какое-то тяжелое состояние у ребенка с коронавирусной инфекцией? Да, я повторюсь, на сегодняшний день у нас таких ситуаций не было. Но надо понимать, что каждый ребенок индивидуален. И у детей так же, как и у взрослых, особенно у тех, кто имеет хронические заболевания, такой риск всегда есть. Выявляется у них в основном наличие инфекции, потому что дети являются контактами? Ну, в большинстве своем, да. Так и получается, что детки выявляются как контактные, обследуются, и в таких случаях выявляется коронавирусная инфекция. И дальше их отправляют в инфекционную больницу уже на лечение? Нет, конечно. Нет. Бессимптомные формы не нуждаются в госпитализации. На сегодняшний день мы госпитализируем бессимптомную форму коронавирусной инфекции у детей. И только в том случае, если ребенка негде изолировать, особенно от пожилых родственников, это единичные случаи. В большинстве своем они пребывают дома, наблюдаются в течение определенного периода времени и затем выходят в коллектив. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, у нас по Гомелю и по Гомельской области как большая вспышка зараженности среди детей дошкольного возраста или дошкольного возраста? Есть процент большой зараженности детей коронавируса или прочими вирусными палочками, простудными болезнями? Спасибо большое. Данные немножко более широко по эпидситуации. Во-первых, среди заболевших детей основная масса это школьного возраста, да? Ну, на самом деле, да, потому что детки дошкольного возраста чаще всего и, скажем так, и присмотр за детьми более активный, да, и очень много детей в период эпид подъема заболеваемости, да, как у нас весной часто бывает, в принципе не посещают дошкольные учреждения, когда есть бабушки, дедушки, которые могут присмотреть. То в этом году, надо сказать, нет такого приоритета. Это школьники или дошкольники. Другой вопрос в том, что действительно детей не так много. Я уже говорила об этом и повторюсь еще раз. У нас на сегодняшний день чуть больше 500 детей всего с самого начала этого заявления заболевания. То есть в том числе и тех, кто уже выздоровел. Да, конечно, да, да. Их всего было 500, чуть больше 500 заболевших. Да, да, поэтому на сегодняшний день эта цифра небольшая. Как среди дошкольников, так и школьников. Да, конечно, когда дети выходят в общественное место, да, когда закончились у нас каникулы, чуть больше, да, стал процент выявления. Но при этом он не катастрофический. Еще раз повторюсь, у нас, слава богу, по деткам ситуация очень спокойная. Какие рекомендации в этот период вы даете родителям? Потому что наверняка ведь все равно люди беспокоятся, люди спрашивают, что делать. Да. Заставляют ли надевать маску, как выводить гулять, в какое время? Ну, разумеется, да, рекомендации спрашивают и часто звонят, потому что все почему-то думают, что для детей эти рекомендации какие-то особенные. На самом деле я ничего нового не скажу. Так же, как и для взрослых, это, безусловно, соблюдение гигиенических мер, да. Это и мытье рук, и прогулки на свежем воздухе, да, регулярный отдых. Нужно контролировать, чем занимаются дети, да, чтобы это был достаточный сон. Что касается масок, очень часто задают вопрос, нужно ли одевать ребенку маску. Безусловно, если вы берете на себя ответственность и ведете ребенка в общественное место, надо понимать, что ребенка также нужно защитить, как и себя, в принципе. Почему? Потому что, несмотря на то, что дети чаще всего переносят бессимптомно, в то же время они точно так же, как и взрослые, являются источником инфекции. Да, потом ребенка отдадут бабушке, и проблемы будут у бабушки. Нужно ли как-то специально укреплять иммунитет, применять какие-то иммунопротекторы в этот период? Нет, абсолютно нет. Если мы говорим о обычных детях, да, то все то же, что и в обычной жизни, в весенний период, должны быть фрукты, конечно же, да, должно быть рациональное питание, свежий воздух и достаточная активность. Что касается прогулок еще, да, значит, нельзя говорить, что сидите дома. Безусловно, если мы говорим о социальном дистанцировании, это не значит, что нужно запереться в четырех стенах и не выводить ребенка. Он так же, как и взрослый, нуждается в свежем воздухе. Другой вопрос в том, что нужно выбирать как место для прогулки, так и время для прогулки. Конечно, если нет возможности выехать ребенок в парковую зону, где меньше людей, да, или по набережной прогуляться, если это только вот какая-то придомовая территория, да, то, наверное, выбирать время, когда людей там меньше. Это либо раннее утро, либо поздний вечер. И этого достаточно. А что касается мам совсем еще маленькими детьми, имеет значение колясочка на балконе постоит или мама выйдет на улицу? Ну, на самом деле, колясочка на балконе постоит, в принципе, тоже свежий воздух, да, можно открыть балконное окно, и тот же свежий воздух ребенок получит. Но надо понимать, что и для самой мамы, и для ребенка будет полезнее, если они все-таки прогуляются. Другой вопрос, опять же, нужно выбирать грамотно маршрут для прогулки. Правда ли, что эта ситуация наконец-то нас приучила мыть руки и детей тоже? И вот в этом эпидсезоне ротовирусная инфекция сократилась в разы? Да, действительно, мы эти руки научились. Об этом говорим и мы, и педагоги детям говорят, разумеется, и взрослые уже приучились. Иногда замечаешь о том, как вот они пользуются и салфетками антибактериальными, и антисептиками. Все, конечно, хорошо, но во всем нужно знать меру. Надо понимать, что маленьким детям все-таки руки лучше мыть с мылом. Почему? Потому что антисептик, который вы дадите своему ребенку, если это буквально дошколята или это первые годы обучения в школе, то, к сожалению, возможны нюансы. Поэтому лучше антисептиками в таких случаях не пользоваться. Учебный год подошел к концу, и, с одной стороны, это повод большинству родителей вздохнуть с облегчением, потому что уже не нужно переживать, отправлять в школу или не отправлять. А с другой стороны, это повод для новых волнений, куда отправить ребенка летом и чем занять. На эту тему мы решили поговорить с гомельчанами на улицах города. Я, в принципе, человек, рожденный в войну, поэтому я привучен к труду. Я бы, если бы у меня были правнуки, я бы их с собой брал бы на дачу. Дача не для того, чтобы кормиться, для того, чтобы содержать такую фигуру. И они бы вместе со мной постарались бы там быть. Если бы, если где-то удастся, к примеру, при школе, ну, это очень опасно, но в основном бы я бы их приобщал бы к даче. И в этом случае, и до сих пор, вот и внуки мои до сих пор любят дачу, потому что они видят результат. Посадили розу, она через некоторое время дала результат. Приятно ходить, приятно смотреть. И у человека появляется благородство в душе от своего труда. Ну, мне кажется, что они не должны болтаться на улице. Надо куда-то вывезти, в лагеря какие-то, под присмотром были, чтобы врач рядом был. А что же они болтаются? Вот некоторые, я смотрю, детки бегают, кто в школе, а некоторых родителей не пустили, но они же не сидят дома. Они все равно на улице. Мы ищем детей, где нужно сделать оздоровление, чтобы вместе с ними быть. Потому что мы работаем с детьми. Внучка моя, ей только годики два, поэтому мои дети дома, в изоляции. Дома быть. Ну, как, в лагеря не надо их отправлять. Пандемия. Организовать лагеря, физическая подготовка. Вот это вот, чтобы они на свежем воздухе были. Кататься на велосипеде и гулять с друзьями. Никуда не поедешь? Наверное, я только к бабушке на дачу. Ответственность родителей. Как они считают, так и оставить на откуп родителям. Гулять. А чем еще можно заниматься летом? Я поеду в школьный лагерь английского языка. Буду ездить на дачу к бабушке. Вы смотрите «Диалог». Главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова сегодня у нас в гостях. Присоединяйтесь к нашей беседе. Татьяна Николаевна, мы слышали позиции достаточно разные. А какого мнения придерживаетесь вы? Чем ребенка занять? Ну, в идеале, если есть такая возможность. Ну, скажем так, да, мнения прозвучали разные. Наверное, я не пойду вразрез с этими мнениями. По одной простой причине, что, наверное, стандартных решений, стандартных рекомендаций в этих ситуациях дать нельзя. Вывод только один, и он однозначен, что дети не должны оставаться абсолютно без внимания, скажем так. Если родители считают, что их ребенок достаточно самостоятельный, что ему можно доверять, его можно оставить дома, то в любом случае звонками контролировать его местоположение. И на сегодняшний день есть достаточно много технологий, которые позволяют контролировать его местонахождение. То есть в любом случае ребенок один оставаться и бесконтрольно не может и не должен. И отпуск свой можно, например, запланировать на лето, чтобы провести это время с ребенком. Достаточно много вариантов на самом деле. И учреждения образования в том числе предлагают достаточно большой спектр услуг в этом отношении. Да, это и пришкольные лагеря, это различные секции, кружки, что вполне достойно займет ребенка и не будет поводом для беспокойства родителей лишний раз. Ну и отправиться в лагерь в конце концов тоже. Это тоже нормальный, приемлемый вариант, потому что за этим будут следить, за тем, чтобы там выполнялись все санитарно-эпидемические нормы. Ну, надо понимать, что каждый лагерь оздоровительный, он проходит определенную процедуру подготовки. И, конечно же, он должен соответствовать определенным требованиям. Это раз. Во-вторых, как правило, оздоровительные лагеря находятся, опять же, в зоне лесного массива, да, вокруг, где свежий воздух. И, мне кажется, детям там будет гораздо полезнее, нежели в четырех стенах дома. Ну, это точно. А у выпускных классов начались экзамены. Тоже пора очень стрессовая и без всякой пандемии, которая так протекает достаточно напряженно. Какие рекомендации дают врачи самим подросткам и их родителям в этот период? Ну, в принципе, как и в любой подготовительный этап экзаменационного периода, мы рекомендуем поменьше стрессовых ситуаций. И, разумеется, если ребенок в течение года готовился к этим экзаменам, то он довольно легко пройдет этот путь. Что же касается экзаменационной кампании в период конкретно пандемии, то здесь мы, наверное, в первую очередь должны говорить о том, что, конечно, есть ограничения. Особенно это касается тех детей, которые либо болеют, это дети, которым установлен диагноз коронавирусной инфекции, либо дети, которые относятся к контактам первого уровня. И, естественно, в этой ситуации применяются меры по изоляции. Необходимо соблюсти карантинный режим. И в этой ситуации, на период действия карантина, этим детям дается освобождение от экзаменов. Татьяна Николаевна, абитуриентам, которым нужно собирать медсправки для поступления, как это сделать с минимальным риском для себя? С минимальным риском на сегодняшний день проработан этот вопрос. И для этого созданы условия. Есть такая установка. Оформление справок для поступления будет проводиться на основании медицинских осмотров за последние 12 месяцев. Поэтому для тех детей, которые проходили диспансеризацию в течение года, я думаю, что трудностей это не составит. Поэтому минимальные риски. Поликлиники немноголюдны. Посещаемость участкового врача невелика. Поэтому я думаю, что это раз. Во-вторых, в самих поликлиниках, безусловно, приняты меры по разведению потоков пациентов. То есть те пациенты, которые приходят с профилактической целью, они не стыкуются с теми пациентами, которые приходят с признаками респираторной инфекции. А как быть мамам, у которых дети только пойдут в школу или в детский сад в этом году? Уже собирать справки или подождать все-таки спада количества обращающихся за медицинской помощью? Ну, на самом деле, я еще раз повторюсь, в поликлиниках посещаемость невелика. Что касается обращений на дом, опять же, оно не выходит за рамки обычного в этот сезон. Поэтому никаких запретов на прохождение медицинских осмотров для оформления ребенка в детский сад на сегодняшний день нет. Другой вопрос в том, что, конечно, опять же, есть ограничения для приема детей, вновь поступающих детей в школьные и дошкольные учреждения. Это в тех ситуациях, когда в учреждении здравоохранения выявлены случаи заболеваний, проводятся, принимаются меры противоэпидемические. На этот период, конечно, прием новых детей будет остановлен. А во все остальное время я не вижу причин. Ну, об этом учреждения оповещают своих жителей района, которые с таким вопросом придут. Конечно. Вакцинация пока приостановлена? Опять же, вакцинация не остановлена. Она ограничена. То есть там, где есть необходимость в семье, есть заболевшие, либо сам ребенок нездоров, конечно, мы не рекомендуем проводить вакцинацию. А в тех случаях, когда она необходима, нет причин для того, чтобы ее не проводить. Кстати, как сейчас обстоят дела с эпидситуацией по коре? Потому что некоторое время назад эта болезнь серьезно нас напугала. И я думаю, что изменила отношение к обязательной вакцинации многих людей. Да, вы абсолютно правы. На сегодняшний день ситуация по коре в нашем регионе, да и в республике в целом, достаточно спокойная. И это результат вакцинации, плановой вакцинации. Конечно, в том случае, если соблюдаются все сроки вакцинации, я думаю, что беспокоиться не о чем. А эпизодические случаи, они были, есть и будут. И с этой целью проводится, конечно, мониторинг. Все сыпи неясной идеологии обследуются в том числе на коре. Поэтому я думаю, что трудностей сегодня у нас с этим никаких нет. И страхов тоже. А что касается детей первого года жизни, их медицинские специалисты посещают на дому, да? Как же это было и раньше. Да, да. Опять же, для того, чтобы минимизировать риски для таких малышей, созданы команды, которые выезжают только к температурящим детям. К детям до года, как проходила патронажная, как проводилась эта работа, конечно, она проводится. Спасибо большое. Предлагаю сделать небольшую паузу в нашей беседе. И после мы продолжим присоединяйтесь к нам. На этот год у Гомельской областной детской клинической больницы были большие планы. 15 апреля исполнилось 100 лет со дня ее открытия. За это время учреждение прошло путь от небольшой детской больницы до современной многопрофильной клиники. Здесь сформирован высокопрофессиональный коллектив, состоящий из опытных врачей и перспективных молодых специалистов. Освоено сложное высокотехнологичное оборудование, отработаны новые медицинские методы, внедрены современные способы диагностики, лечения и реабилитации. Одно из подразделений – это детская травматология и ортопедия. Создан детский многопрофильный эндоскопический центр. Многопрофильный, потому что все виды эндоскопических исследований. Создано рентген-диагностическое отделение, которое включает в себя кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Кроме того, реконструкция больницы позволила создать хирургический блок, состоящий из пяти операционных. Помощь оказывается в круглосуточном режиме. Дети, даже если их возраст приближается к 18, порой совершают непредсказуемые поступки. К тяжелым травмам приводят и падения с высоты, и небезопасные игры. Бывают здесь и маленькие пациенты, проблемы у которых вызваны недостатком контроля взрослых. В результате кто-то из малышей глотает батарейки от игрушек, кто-то пытается попробовать на вкус мамины сережки. Кости, орешки, кусочки каких-то овощей, яблоки, морковки. Но иногда бывают такие предметы, которые более опасные. Там булавки, монеты, батарейки. Ну и не каждый день, но в неделю до 10 случаев приезжают. То есть разные сложности инородные тела, которые локализуются в глотке, в гортане, трахе, бронхе и желудочно-кишечной траве. Нередки в областной детской больнице и пациенты, у которых проблемы со здоровьем вызваны желанием соответствовать тенденциям моды. Громкая музыка в наушниках, которая звучит по нескольку часов подряд, не единственный пример. С голым животом вряд ли они простынут. Да, они в моде, в уши. Ну да, есть сейчас среди молодежи, теннеллируют себе мочки. Ну, потом с возрастом они приходят к тому, что это был неправильный выбор. Ну, оперируются, то есть закрывают эти дырочки. Областная детская больница оказывает медицинскую помощь круглосуточно и в необходимом объеме. Медики уверяют, они делают все возможное для скорейшего выздоровления детей. И озвучивают планы, реализация которых позволит вывести работу на еще более высокий уровень. Мы получили только такого серьезного высокотехнологичного оборудования, более тысячи единиц при проведении реконструкции. Конечно, мы будем стремиться и делаем это, развивать дополнительные виды, допустим, хирургической помощи. Это урологическую помощь, к этому мы стремимся и уже готовим под это и кадры, и оборудование. То есть урологическая помощь детям продолжает оказываться во взрослом стационаре. Вот этот момент. Ну и другие, наверное, нейрохирургическую помощь со временем мы будем для себя иметь в виду. Но для этого, конечно, это еще организационные моменты мы решаем с управлением здравоохранения. Ну а так, в общем-то, педиатрические направления, они практически все охвачены нами сейчас. Посмотрите диалог главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова. Сегодня у нас в гостях. Татьяна Николаевна, вот за неполные два года работы областной детской больницы заметна разница по эффективности, в результативности оказания медпомощи детям? Да, безусловно. То, что было сделано, оно очень качественно сказалось на результатах нашей работы, потому что на базе одного учреждения создана мультидисциплинарная команда. Вот то, что было сказано в сюжете, действительно так оно и есть. На сегодняшний день детская больница оснащена высокотехнологичным оборудованием и, надо сказать, не менее профессиональными кадрами для того, чтобы выполнять задачи по охране жизни и здоровья наших детей. И помимо какой-то неотложной помощи, стационарной помощи маленьким пациентам, здесь же еще и консультируют родители. То есть можно записаться на консультацию, если она необходима у узкого специалиста, у опытного специалиста, да, практикующего. Да, при детской больнице открыто отделение консультативной помощи, где консультируют специалисты по 11 направлениям. Поэтому, да, конечно, возможно. Лето впереди. Сегодня началось только первый день. А период этот, конечно, счастливый для детей, но в то же время и с особенным риском всегда сопряженный. Период трагедии на воде, период, когда обычно резкий рост травматизма детского, потому что это велосипеды, это ролики, ну и тому подобное развлечение. Есть ли спектр таких сезонных проблем и как, возможно ли их предотвратить? Да, конечно, и мы для этого очень много делаем. На самом деле на сегодняшний день у нас существует разработанная внедренная программа работы центров профилактики травматизма, и мы расширяем эту сеть. Лето – это сезон, как я говорю, всегда асфальтных травм, но это самые легкие травмы на самом деле. К сожалению, лето – это также время отдыха, особенно у водоемов, и надо понимать, что, организовывая праздник на берегу, нужно помнить о том, что ни в коем случае ребенка оставлять в воде нельзя, даже если берег мелководный. Почему? Потому что даже один миг упустить и будет достаточно для того, чтобы потерять ребенка. К сожалению, последние годы это нам доказывает, поэтому бдительности нельзя терять никогда. Плюс, конечно же, это высокая температура воздуха, жарка, это все понятно, и проветривать нужно. Но, к сожалению, многие родители забывают о том, что открытая форточка – это также повод для того, чтобы ребенок взял табуреточку, забрался на подоконничек и выглянул в окошко. До трех десятков трагедий в стране происходит только за лето выпадение малышей из окон. На самом деле проблема страшная. Что вы советуете родителям? На сегодняшний день, для того, чтобы избегать таких возможных ситуаций, мы изначально работаем уже с этапа роддома. Беседы о профилактике травматизма, о особенностях каждого периода возраста у ребенка ведутся, начиная уже с родильного дома и затем уже этап в поликлинике. По мере взросления ребенка участковая служба проводит беседы о том, потому что не только сезонность травматизма, но еще и возрастность влияет очень сильно. Поэтому я не зря говорила про наши модельные центры, где мы каждому родителю рекомендуем посетить эти центры. В городе Гомель такой центр на базе четвертого филиала детской поликлиники. Я думаю, что каждому родителю будет очень познавательно его посетить и многие вещи для себя открыть и услышать. Почему? Потому что мы взрослые иногда просто даже не представляем. Поэтому рекомендуем молодым родителям опуститься на корточки, то есть на уровень маленького ребенка, сесть и оглядеться вокруг себя, для того, чтобы оценить возможные риски для ребенка. Это первый этап. Ну и, конечно, если у родителей не хватает такого опыта, они могут позвать на помощь, в том числе и участковую службу, которая подскажет те риски, которые мы уже на сегодняшний день знаем и о них предупреждаем. Это касается не только окон, это касается и бытовой техники, и бытовой химии, и материалов для рукоделия, в том числе. Поэтому здесь, на самом деле, рисков достаточно много. Что касается окон, к сожалению, наверное, все-таки причина в том, что многие сейчас устанавливают москитные сетки. И вот эта иллюзорность защиты, она в том числе создает какую-то мнимую безопасность. То есть ребенок думает, что он может опереться? Да, потому что он может опереться, и он выпадает вместе с этой сеткой. Хотя вот как раз на занятиях мы демонстрируем в том числе видеоматериалы, в которых ясно и четко показано, насколько это все опасно. И, как правило, ну, наверное, после этого сразу очень тяжело с родителями говорить, но ведь о самой опасности все знают. То есть проблема только в том, что без присмотра ребенка оставили буквально на несколько минут в комнате, где открыто окно. Так ведь это происходит? Так, ну, на самом деле не только открытое окно, но и вообще планируя пространство в комнате, надо понимать, что если у окна стоит диван, то для ребенка не составит труда в любое время года, будь то лето или зима, забраться на подоконник и открыть окно. Поэтому необходимо при установке окон предусмотреть специальное запорное устройство. То есть есть такие системы, это не так уж и дорого. И при планировании пространства, наверное, не стоит ставить мебель у окна. Если ребенок может его открыть, то он найдет способ, найдет возможность, он его откроет. А что касается бытовой химии, вот такие случаи тяжелых отравлений, которые получают дети, которые нашли какие-то пузырьки, флакончики? Ну, в том числе родителям мы объясняем, что ни в коем случае нельзя хранить различные жидкости в бутылках из-под напитков. Потому что чаще всего, если уже про бытовую химию в чистом виде, когда это специализированный флакон, родители как-то еще вспоминают, то в случаях, когда происходит переливание жидкости из одной в другую тару, берется обычная бутылка из-под йогурта, из-под питьевой воды. И могут поставить на полку повыше, но потом забывают об этом и поставят ее на поверхность. И у нас очень часто так бывает. Также бывают случаи, когда родители производят чистку чайников, лимонной кислотой и другими средствами и забывают об этом. И этой водой потом делают либо чай, либо смеси разводят деткам. Вот этого, об этом забывать нельзя, конечно же. То есть такие вещи нужно контролировать однозначно. Ну, а о том, что нужно хранить таблетки и бытовую химию выше доступа ребенка, и вне пределов его досягаемости использовать, опять же, те же запорные специальные устройства для шкафчиков, в которых это все хранится. Ну, это да. Да, в доме, где есть малыш, бдительности никому терять не позволено. Татьяна Николаевна, а самое неординарное какое-то обращение в вашей медицинской практике можете вспомнить? Потому что есть, наверное, проблемы общие, с которыми все семьи сталкиваются рано или поздно, а есть что-то уникальное. Ну, я начинала свою деятельность с участковой службы, и, конечно же, как участковый доктор всегда следишь за своими малышами, да, вот с момента их первых дней жизни они приходят на участок, растешь вместе с ними, это их первые шаги, первые зубы, все вместе с ними переживаем, поэтому в какой-то мере ты, наверное, такой, как член семьи доктор всегда, педиатр. Так вот, была у меня такая ситуация, ребенок, насколько я помню, тогда было лет 5, мама очень ответственная, прибежала встревоженная, доктор, вот у нас сердце болит, ребенок жалуется, что болит сердце, но, естественно, стандартно мы обследуем ребенка, проводим обследование, осмотр, оброс, обследование, ничего не находим, но при опросе выясняется, мама сказала о том, что мы идем в школу, и у него болит сердце, что ему учиться 11 лет, вот этот, конечно, случай я запомнила надолго, когда пришло время идти в школу моим детям, я у них спрашивала, не болит ли у них сердце, что ему учиться целых 11 лет. Да, есть о чем печалиться, конечно, впечатлительный ребенок, думаю, что хорошо учился по гуманитарным предметам, ну а в целом, как оценивается здоровье подрастающего поколения, и видят ли врачи какие-то изменения, связанные с тем, что столько времени нынешние дети проводят с гаджетами в руке и в таком в своем виртуальном уже во многом мире. Да, конечно, технологии развиваются очень стремительно, и ограничить детей возможно, но в разумных пределах. Понятно, что и обучение в школе требует какого-то использования тех же гаджетов, но в то же время зона ответственности каждого родителя – научить своих детей пользоваться и разделять время, которое необходимо для учебы и для того, чтобы какие-то развлечения искать в тех же гаджетах. И, разумеется, для каждого ребенка пример – это его родители. И если родители практикуют активный отдых, прогулки и показывают своему ребенку, то, что активная и интересная жизнь может быть не только в гаджете, то в таком случае ребенок не будет проводить сутки напролет в гаджете. Но проблема в том, что сегодняшняя занятость наших родителей зачастую заканчивается тем, что ребенок вынужден искать для себя занятость в телефоне, за компьютером и так далее. Но в таком случае нужно разговаривать со своим ребенком, искать какие-то другие интересы. И, безусловно, вот такое длительное время, которое они проводят за таким занятием, оно влияет, разумеется, и на зрение, и на осанку, потому что чаще всего они принимают, конечно, позу, которая удобная, но не всегда полезна, скажем так. Поэтому да. Разрешенное врачами время у компьютера или с телефоном в руке – это сколько? Ну, рекомендуется при активном использовании, да, это просмотр какого-то фильма, мультфильма в пределах часа. Но если вдруг, как правило, фильмы длятся дольше часа, мы уже не рекомендуем, конечно, вводить ребенка в стрессовую ситуацию, не давать ему досмотреть какой-то очень интересный фильм, но после этого обязательно сделать большую паузу для того, чтобы отдохнули глаза и восстановилось эмоциональное состояние. Спасибо. Татьяна Николаевна, есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Можно ли поменять участкового врача, если специалист не устраивает? Участковый педиатр. Ну, на самом деле, конечно, эффективность работы, потому что работы не только участкового врача, но и родителей, это полное взаимопонимание и доверие. И, к сожалению, бывают случаи, когда вот такое доверие, оно не достигнуто. И в таком случае, да, предусмотрена смена доктора. С этим вопросом можно обратиться к заведующему педиатрическим отделением либо к любому администратору в поликлинике. Выезжает ли на дом к ребенку узкоспециализированный специалист? Только в тех случаях, если ребенок не может посетить поликлинику, если мы говорим о детях-инвалидах, да, там, где есть ограничения. Если это здоровый ребенок, как правило, это плановое посещение, поэтому нет, конечно. Я небольшой сторонник прививок. Могу ли я как мать отказаться от каких-то из тех, что мне навязывает врач? Безусловно. Каждая мама принимает решение самостоятельно. И она имеет право отказаться, о чем сделает запись в истории развития ребенка. У нашего врача привычка назначать лечение, не поговорив с родителями. Считай, что это плохая профессиональная привычка, отмечает наша телезрительница. Людмила Степановна. Ну, на самом деле, очень трудно представить себе ситуацию, где доктор не разговаривает с родителем, да. Но если мы говорим о взрослых детях, потому когда они приходят на прием самостоятельно, то, наверное, доктор вправе назначить лечение, не поговорив с родителями. То есть, если вы принимаете решение отправить ребенка на прием в одиночестве, наверное, вы должны понимать, что у доктора нет времени для того, чтобы искать возможность с вами связаться. Кроме тех случаев, когда необходимо решать вопросы о назначении каких-либо манипуляций, да. Те, которые обязательно разрешение. Но если мы говорим о детях младшего возраста, то трудно представить ситуацию, в которой к маме не задается ни одного вопроса. Как с рождения поднимать иммунитет ребенку? Нужно ли поднимать иммунитет? Ну, давайте расставим приоритеты, скажем так, да. Если ребенок родился абсолютно здоровым, то ничего поднимать ему не нужно. А закалять? Все необходимое у него есть. Самый лучший иммунитет для ребенка – это грудное молоко матери, в котором содержатся необходимые для него иммуноглобулины. Закалять. Есть определенные рекомендации, которые необходимо соблюдать. Конечно, во всем есть принцип разумности, да. То есть не надо ребенка в ледяной воде купать. Это не закаливание, это стресс. Да. А рекомендации абсолютно для всех одинаковы. Прогулки, свежий воздух, рациональное питание, активная двигательная активность. А если уже есть какие-то проблемы, тогда стоит, конечно же, говорить с врачом и изучать конкретный случай. Разумеется. Татьяна Николаевна, номер телефона педиатрической службы оставьте, пожалуйста, для тех наших зрителей, которые нуждаются в том, чтобы разрешить какие-то свои вопросы. Конечно, если есть какие-то вопросы, мой телефон 50-32-23. Звоните, я буду рада помочь. Спасибо огромное за сегодняшний интересный и полезный диалог. Спасибо. Главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова